Мы написали открытое письмо, подали заявки на митинге, нам отказывают, нас жгут. Но ведь подойдет время, мы скажем Акиму, это не мы выталкиваем людей на площади и улицы, это вы выталкиваетесь своими непродуманными действиями, действиями, когда вы закрываетесь от журналистов, от политических партий, от общественности, нет диалога между властью и обществом. Мы хотим, чтобы все же выборность была Акимов всенародной, а не то, что как сегодня это псевдовыборы, когда Аким предлагает, Нуратановский масляхат поднимает и выдают это за демократию, вот это связь с народом. Сегодня у нас столько сытых развелось в лице, Ибрагимовы, Шадиевы, Шадиевы, Машкевичи, Миттлы и так далее, и так далее. Они никогда, семья в конце концов, они никогда не накушаются. Сегодня, оказывается, баснословные средства проходят через тарифы. За 23 года, или 22, получается, не было еще снижения ни на что. В 92-м году нам президент говорил, казахстанцы, потерпите, год-два, потерпите, потом легче будет. Сколько прошло? Уже 10 раз по два прошло. И все хуже, хуже. Цены растут, тарифы растут. Как можно понять, что за 8 лет, то есть это за время правления одного президента, для женщин подняли возраст выхода на пенсию на 8 лет. Где такое есть? Разве сегодня мы можем иметь моральное право поставить женщине вину, что она живет долго? Поэтому вот люди, вот это, видя все, да, его в такое унизительное положение поставили, что он не чувствует себя сегодня еще полноправным гражданином Казахстана со своими конституционными правами. Он просто знает, что Конституция – фиговый листок, действует в интересах только одних кланов или одного слоя населения. И до него еще не дошло, что через вот это повышение тарифа, повышение пенсионного, то есть ухудшение его социально-экономических условий положения его жизни, что он завтра может оказаться в пустой стране, с пустыми недрами, без фабрик, без заводов. И как он будет в глаза смотреть своим детям? Иностранцы сбегут, оставив нам соленую землю, пустые недра, ничего этого не будет. Как люди, как наши поколения будут жить? Поэтому сегодня еще страшно другое, что много равнодушных. Злых много, добрых мало, но и много равнодушных. Чтобы построить крепкое, сильное государство, мы должны обратиться к опыту и традиции наших предков, в основе которых всегда лежал коллективизм, духовность и справедливость. Эти три основополагающие общечеловеческие ценности сегодня нету в программе Нур-Уртана. Вы не слышите ни из уст ни одного чиновника вот этих коллективизм, справедливость, духовность. Непосредственно переходя к психологии человека, почему вот такая ситуация сложилась, Мы сегодня понимаем, что если Сара Алпысовна несколько лет все твердила о самопознании, самопознании, то сегодня нам, наверное, нужно и важнее для простого человека, чтобы не самопознание, а самосознание у него росло, чтобы он чувствовал, что он человек, что он гражданин, что он имеет право, как гражданин, живущий в государстве, приносящий прибыль этому государству, в нужное время будет защищать это государство, чтобы к нему относились соответственно, соблюдая его права, свободы, его интерес. Вот именно, может быть, на таких моментах и повышается самосознание. К большому сожалению, это период, сложный, трудный процесс, когда он вызрит, и власть цинично использует это. Она понимает, что самосознание у рабочего человека еще не достигло такого уровня. Как вот я вам сказал, советская власть объединяла людей. Нынешняя власть разъединяет людей. Она фундаментальные ценности, общечеловеческие ценности вымывает из этого фундамента, делает человека индивидуумом, эгоистом, то есть, если я сегодня сыт, то я не готов и не буду защищать интересы других. Так в природе не бывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова